как он называется признание признание будет подарок на 8 марте ли зато думать не надо подарки два дня осталось тоже чем ближе тем страшно ну как да ну не сливать вот видишь как поэтому и и это синие это ее колорит она вся такая вот нарядная и бирюза и синие все подчеркивает и глаза и красиво ну с курткой свет сливается у тебя нужно заводить больше одного даже не проси поменьше размер здесь шелт она натуральный шелтный цветочные бусы скажите пожалуйста как она выглядит молоденькая хотя бы чуть-чуть такой нежный вот эти лукофы, да, это очень мрачный, ну какой-то, почему-то, кстати, пока я здесь, кому нужно, я куплю и зайду, смотрите, что нравится, да, еще неделю здесь будем, я возьму, да, 5 дней здесь, если кому что, зайдут я со мной, а мне вот это что-то стало нравится, ну смотри, ну как раз, это, конечно, свои цветы, а здесь красивые цветы, не знаю, ну решайся, ну сейчас, я же думаю, вот это своим цветом идет, а здесь, скажите, а шелк, ну, который на тебе, ну, мне нравится то, что вот здесь вот эта забитость идет красивая, а цвет вот этот, посмотрите, какой красивый, вот пойду, васильки, васильковый, вот какой, здесь вот это все красивый, а здесь цвет очень красивый, ласковое солнце, ну, поменьше, конечно, это что-то, повернись, да, красавица, ну, так не писано, во-первых, тут уголок идет, такой прям, два, и здесь все запито, однозначно, сошлись, мне кажется, он лучше, чем признание, ну, я его там смотрела, смотрела, берем, да, он мне очень понравился, ну, признание оно, оно и будет, и... И сегодня я вам хочу показать подарок мужа к празднику, к весне, к 8 марту, весной, весна, 8 марта, мы отмечаем, как просто вот весна, праздник весны, праздник внимания, а не просто там мир, труд, май, нет. Любой повод, любой праздник, муж пытается, старается мне сделать приятное, и отмечаем не как женский день, а день весны, ведь 8 марта это день весны, и так, подарок он мне сделал, конечно же, тем, чем я увлекаюсь, то, что я очень люблю, и то, что я просто обожаю, девочки, то, что идет каждой женщине. Давайте я вам покажу, это павлопосадский платок, вот такой вот, вы посмотрите, какая красота, красота неописуемая, это чистая шерсть, размер 135 на 135, шелковая кисть, я, наверное, на белую покажу, шелковую кисть, вот так вот, вот такая прелесть. Называется, называется, ласковое солнце. Я очень хотела этот цветок, ой, цветок, платок, опять же, я его называю цветком, не первый раз. Вот такая вот красота. Основной цвет у него глубоко-синий, и здесь уже идут розы голубые, герберы, по-моему, анютины глазки, различные цветы, а здесь, как я для себя назвала, это перо жар птицы. Вы посмотрите, это действительно, ужар птицы, крыло, перо, это просто красота. А серединка, ведь у многих павлопосадских платков серединки пустые, немного, но пустые. А здесь, здесь идет такой вот цветок, красивый. Короче, все поле платка, шали, забито рисунком, просто забито. Сейчас вам покажу, как выглядит на мне. Вот такой вот платок, шаль, красота неописуемая. Я думаю, многим понравится. Захотела именно вот такой цвет, потому что он, ну, мне кажется, идет. Красиво? Мне тоже очень понравилось, можно и снять его так вот, как вам закончится, так можно носить. Девочки, пока я в Адлере, кому понравится какой-либо платок, закончится, понравится, вы мне напишите, и мы с вами договоримся. Я вам куплю из Адлера вышлю. Пока у меня есть такой момент, как бы, ваше желание, моя возможность. Давайте вот так еще покажу. Не знаю, как показать, чтобы вам показать красоту этого платка. Здесь перекликается глубоко синий, горчичный, мятный, фиолетово-сиреневый, синий, смятый, ну, очень красивый, очень. И весь-весь платок забит, всю поле забито. Вот такой вот мне подарок. Ласковое солнце. 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 Продолжение следует...